Ирина Шишминцева работает в детской поликлинике всего год. Из солнечного Кавказа в Пушкино попала совершенно случайно. Приехала в гости к сестре и зашла в поликлинику узнать, как работают коллеги. Встретилась с заведующей, та ей предложила место. Я улетела назад домой на Кавказ. И долго мы не думали. Мы все это обсудили на семейном совете с мужем. Буквально я на следующий день пошла, написала заявление, уволилась с прежнего места работы. Отработала положенные две недели. И в сентябре прошлого года я уже была сотрудником Пушкинской детской поликлиники. В Пушкинском округе в этом году продолжают работать программы поддержки врачей востребованных специальностей. Попасть в программу социальной ипотекой терапевту или педиатру проще всего. Не нужно даже обладать первой категорией. Сертификат жилищный я получила 20 мая. Срок реализации сертификата 3 месяца. Летом этого года я уже приобрела жилье. Здесь, в центральном районе города Пушкино. Я купила трехкомнатную квартиру. Естественно, мне пришлось еще взять ипотеку и потребительский кредит. И мы приобрели замечательную хорошую квартиру. Теперь я буду работать 10 лет и постепенно выплачивать ипотеку и кредит. Они работают в соседних кабинетах и обе стали участницами программы социальной ипотеки. 23 сентября в Доме правительства свидетельство на приобретение жилья получила Зарина Зиеева. Девушка приехала из Пензы. В детской поликлинике она работает 6 лет. До этой программы ЦРБ нам снимала общежитие. Я проживала в одной комнате 11 квадратных метров с соседкой, которая тоже является медработником. А теперь будет свое жилье. Другая программа – «Земский доктор» федеральная и распространяется на врачей, работающих в селе. Правдинская поликлиника по масштабам и оснащению, конечно, далека от сельской. Но, тем не менее, в ней еще в Софринской работают специалисты по программе. Им нужно 5 лет отработать на одном месте за миллион, который можно потратить на свое усмотрение. Возраст подняли теперь до 50 лет. Татьяна Чанкина – молодой врач, недавняя выпускница второго меда. До этого трудилась медсестрой и поэтому достаточно опытный специалист. Я проживаю в Пушкинском районе и захотела поближе к дому работать. Мне предложили пойти по программе «Сельский доктор» или «Земский доктор». Тем самым, наверное, простимулируя мою рабочую деятельность. Ну и чтобы я осталась на работе. Ну, собственно, я и не хотела уходить, потому что мне нравится работа, работа интересная. Мне очень сильно повезло. Я работаю в хорошем коллективе. У Татьяны был выбор между Правдинской и Софринской поликлиниками, но выбор пал на поликлинику номер 5. Несмотря на программу, в Правдинской поликлинике еще есть дефицит кадров, как и в других медучреждениях округа. Дефицит кадров есть, конечно. И он, наверное, сегодня существует во всех медицинских учреждениях Московской области. Как справиться с дефицитом кадров, я думаю, что поможет и программа «Земский врач», и программа «Социальная ипотека». Те решения, которые будут приняты в отношении повышения заработной платы медицинскому персоналу с 1 ноября, я тоже думаю, что, наверное, они послужат к тому, чтобы этот дефицит сократить. В ближайшее время по программе «Земский доктор» будут искать терапевтов поликлинику в Софрино-1. Уже поданы документы к рассмотрению, чтобы еще три новоприбывших в другие поликлиники доктора попали в программу.